Продолжение следует... Какие вопросы обсуждали и какое решение приняли? Заседание комиссии по делам несовершеннолетних в защите их прав состоялось в правительстве республики. Здравствуйте! В эфире телеканала Россия 24, Вести, Карачаево, Черкесия. Глава республики Рашид Тимрезов провел рабочее совещание по комплексному развитию Черкеска. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 200-летия основания Черкеска в 2025 году. Это серьезный повод для мощного рывка в развитии столицы республики. На встрече рассмотрели эту задачу в комплексе. Это и преображение облика Черкеска, благоустройство общегородских пространств, дорог и придомовых территорий и улучшение качества жизни людей. Мэр Черкеска Алексей Баскаев доложил о текущих и запланированных реализации проектах по развитию города к ремонте школ, городского ДК, детской поликлиники, дворца детского творчества, а также о благоустройстве общественных зон, ремонте дорог и о работе над улучшением работы общественного транспорта. Сенатор Ахмат Салпагаров проинформировал о совместной работе с мэрией по подготовке заявок от региональной столицы для участия во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В прошлом году Черкесск стал его победителем с проектом реконструкции малого пруда в парке «Зеленый остров». Проект стартует в этом году, на следующий год готовится новая заявка. Участие в этом конкурсе – это не только благоустроенные общественные пространства, но и рост туристической привлекательности и активности бизнеса, что положительно скажется на экономике города и позволит создать новые рабочие места, в том числе для молодежи, отметил Рашид Тимрезов. В Карачаево-Черкесии, как и по всей России, начался прием заявлений о голосовании по месту нахождения избирателя. Механизм «Мобильный избиратель» позволяет во время предстоящих выборов проголосовать на любом удобном избирательном участке на территории России, вне зависимости от места регистрации. Для этого достаточно предварительно подать заявление в территориальную избирательную комиссию по месту нахождения, после чего человек будет исключен из списка избирателей по месту регистрации и прикреплен к новому выбранному избирательному участку. Данный механизм облегчает задачу тем, у кого место регистрации не совпадает с постоянным местом жительства, или, как в моем случае, дом находится далеко от работы. Поэтому благодаря данному заявлению очень удобно я могу проголосовать ближе к своему месту работы. С сегодняшнего дня по 11 марта необходимо будет подать предварительно заявление о голосовании по месту нахождения. Это можно будет сделать следующими способами. Они могут обратиться в любую территориальную избирательную комиссию, могут обратиться в любой многофункциональный центр, который расположен на территории республики, либо же могут самостоятельно это сделать через портал государственных услуг. Также с 6 марта 2024 года, точно так же по 11 марта 2024 года, они могут обратиться в любую участковую избирательную комиссию и оформить такое заявление. При подаче заявления им необходимо иметь с собой документ удостоверяющий личность, то есть это паспорт гражданина Российской Федерации, либо документ его заменяющий. В редакцию «Вести» обратились жители одного из населенных пунктов Зеленчукского района. Люди обеспокоены судьбой больницы в станице Кардоникской, которая, по их словам, в скором времени может быть закрыта. Ситуацией разбирался наш корреспондент Артур Мхце. Это здание Кардоникской участковой больницы было построено в 1972 году. Рассчитано оно на нужды 7800 станичников. Здесь по мере необходимости также лечатся жители Хасаут-Греческого и Кызыл-Октября. Последние, впрочем, по данным районных медиков, к этой больнице не прикреплены. В августе узнаем, что здание будет сломано, и на его месте построят, вот на этом месте построят здание такое, размером 500 квадратных метров, где будет всего лишь 8 койко-мест. Вместо того, что сейчас находится в данный момент, на вчерашний день, вот женщина приходила свою маму проведать, и она говорит, полным-полно больных, 30 человек лежит. У нас на сегодняшний день 11700 человек на обслуживании данной больницы. Узнали о том, что вместо нее хотят построить ФАП, фельдшерский-акушерский пункт. Ну, я так понимаю, после больницы должны построить либо другую больницу, уже на 8 тысяч, вернее, на 11700, либо отремонтировать данную, но с таким условием, чтобы здесь можно было поставить уже не 50 койко, а больше. Немножко поизучали федеральные законы, постановления правительства. Многие документы подняли. Несложные расчеты говорят о том, что здесь должно быть на наше количество населения. Это не я придумал. Это норма Министерства здравоохранения Российской Федерации. Там более 100 койко. При вполне сносно отремонтированной не так давно кровли и вставленных на первом этаже пластиковых окнах, само учреждение выглядит не очень презентабельно. Хотя на восстановление здания вроде бы выделялись какие-то средства, о чём жители напомнили во время схода в Станичном доме культуры, где на обсуждение вынесли будущее медучреждение. По словам главврача Зеленчукской районной больницы Анатолия Величко, ранее капитальный ремонт здесь не проводился. При этом изначально планировалось выполнить работы в 2018 году. Однако в конечном итоге объект внесён в программу на 2024. Будет ли это обновление старого здания или строительство нового, зависит от многих нюансов. Руководитель медучреждения отметил, что ремонт может оказаться неэффективным и экономически нецелесообразным. Как хирургу к вам вопросов нету. Мы знаем, что у вас рука лёгкая. Ну как к управленцу есть? Посмотрите, что там внутри. Какие там койки. Просто полежите на этих койках. Ляжьте. И вот здесь, посмотрите, 70 лет, 80 лет женщины. Как они могут просто на этой кровати, если это можно кроватью назвать, лежать на этом. Когда будет сделан капитальный ремонт, или будет выполнено строительство, будет замена мебели и оборудования. Чуть-чуть уточни, но по поводу ремонта может оказаться, что не будет замены мебели и оборудования. При строительстве это будет сделано обязательно. Это ответ на ваш вопрос. То есть, возможно ли что-то поменять. Почему не менялось раньше? Да потому что не за что было. Вопросов у людей накопилось много. Далеко не на все из них нашлись сразу обстоятельные ответы. Я помню больницу в 2008 году. Приехала я сюда в 2001. Здесь было и рентген был, гинекология, акушерия была, детское отделение было, стоматология была. И врачи были те же самые, что сейчас сидят у нас здесь в зале. Почему до такой степени было запущено медицином именно в нашем кардонистском сельском поселении? Любопытно, что собрание станичников проходило в здании, которое значительно старше больницы, но выглядит куда лучше. Во многом из-за своевременно проведенного ремонта. Большинство жителей все же надеются, что выбор сделают в пользу сохранения постройки, так как боятся остаться без того, что есть сейчас. Хочется верить, что устраивающее всех решение все же будет найдено. Артур Мухце, Виктория Карпенко, Вести, Корчаево, Черкесия, Зеленчукский район. В Доме правительства состоялось очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних в защите их прав. Встреча проводилась под руководством вице-премьера Джанибека Суинова. Далее расскажет Дарья Тендит. Охрана прав несовершеннолетних на половую неприкосновенность и полноценное развитие является одной из наиболее актуальных задач и приоритетным направлением уголовной политики Российской Федерации. Начальник отдела участковых уполномоченных полиции подразделений ПДН МВД Карачаева-Черкесии Кемал Гербеков представил статистику за 2023 год. Отметил снижение процента совершенных преступлений на территории республики. Он выступил с докладом об эффективности мер по предотвращению и пресечению преступлений насильственного характера в отношении несовершеннолетних. Совместно с представителями органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проведено 938 рейдов. Проведено 3173 общепрофилактических мероприятий, таких как лекции, круглые столы. Из них 1613 перед учащимися учебных заведений, 469 на родительских собраниях и 115 – это по средствам массовой информации. В ходе заседания обсудили проводимую работу по защите прав несовершеннолетних на территорию Рубского района. Было отмечено, что с детьми и их родителями проводят профилактические беседы. С несовершеннолетними работают социальные педагоги и психологи. Акцент разъяснительных бесед делается на пресечении травматизма и насилия подростков. С отчетным докладом выступил заместитель главы Рубского района Казим Тимиров. В течение года на постоянной основе с сотрудниками ПДН совместно с ответственным секретарем комиссии посещались все общеобразовательные организации района, то есть 13 общеобразовательных учреждений. Осуществлялись профилактические мероприятия, направленные на раннее пресечение правонарушений в подростковой среде. Проводятся лекции на актуальные для нашего времени темы с показом видеороликов, фильмов и разъяснениями. Об организации работы по гражданско-патриотическому воспитанию детей и молодежи в образовательных учреждениях рассказала Гока Гербекова. Она отметила, что программа направлена на создание комфортных психологических условий для нормального развития успешного обучения детей. Вовлечение подростков в социально-массовый досуг имеет эффективность проверенную временем. Растет число детских и молодежных патриотических объединений. Возросли уровень и эффективность проводимых мероприятий, в которые ежегодно привлекаются более 32 тысяч учащихся и более 7 тысяч студенческой молодежи. По итогам заседания был принят комплекс решений, направленных на защиту прав и профилактику совершения преступлений несовершеннолетних. Дарья Тендит, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия. Студентка четвертого курса кафедры литературы и журналистики Института филологии Кочегу имени Умара Алиева Лейла Хасанова не только показывает успехи в учебе, но и ведет свои курсы ораторского мастерства. О яркой студенческой жизни и о том, как научиться говорить красиво и грамотно, расскажет Алихан Левшоков. Студенческая жизнь в Кочегу имени Умара Алиева позволяет молодому поколению в полной мере реализовать свои знания и креативные идеи. Студенты активно участвуют в различных молодежных мероприятиях, в форумах развиваются студенческие клубы. Представитель управления молодежной политики и социальных проектов университета отмечает, что ВУЗ предоставляет прекрасные условия для самореализации молодых людей. Если выделять ключевые направления молодежной политики, которые реализуются на базе Крачево-Чехосвого университета, это развитие торчевского потенциала, здоровый образ жизни, патриотическое воспитание, добровольческие направления и студенческие отряды, которые по сей день функционируют на базе Крачево-Чехосвого университета. Также хочется отметить, что в Совете обучающихся функционирует больше, чем 20 клубов по различным интересам самих же студентов. Студентка 4-го курса кафедры литературы и журналистики Института феологии Лейла Хасанова успешно учится, реализуя свои творческие навыки в различных направлениях. Преподаватели отмечают, что в университете созданы все необходимые условия для раскрытия потенциала обучающихся и формирования личности с высоким уровнем профессиональной компетентности. Заместитель директора Института феологии Фариза Хубиева отмечает, что в образовательном процессе они ориентируются на слова древнегреческих философов. Ученик – это не сосуд, который надо наполнить, а факел, который надо зажечь. А зажечь этот огонь может лишь тот, кто сам горит. Не место украшает человека, а человек – место. И у Лейлы Хасановой тоже был выбор. Она тоже могла поехать в Россию, поступить в другой, может быть, более престижный вуз. Но она выбрала наш университет, Институт филологии, именно отделение журналистики. Я думаю, что она преуспеет в этой профессии, хотя у нее очень много разных увлечений. И еще очень важный момент – это поддержка родителей, поддержка семьи. С раннего детства Лейла Хасанова принимала участие в съемках различных передач, таких как «Яролаш» и даже пробовала себя на телевидении, в детских программах. Сегодня она имеет свою студию, где обучает молодежь ораторскому искусству. Сама она прошла обучение «Красочно говорит» в Москве в Национальном центральном институте развития дополнительного образования. Люди так устроены, что если ты не развиваешься, ты не можешь стоять на месте, ты идешь назад. И поэтому, чтобы мои навыки совершенствовались, я и сейчас учусь, учусь онлайн, учусь с ребятами вместе. И те навыки, те знания, которые я получаю в любом городе, на любом оффлайн обучении, я даю своим студентам, своим ребятам. На самом деле, очень сильно перекликается. И профессия журналиста на данный момент очень востребованная. И также журналисты должны уметь хорошо и красиво разговаривать. Они также работают со своей речью, также проходят обучение. Самое главное – не нужно останавливаться и следует идти вперед к своей мечте. Это и является основным девизом в жизни студентки 4-го курса Лейлы Хасановой. Аляхан Лепшоков, Михак Аракелян. Вести Карачаева, Черкесия. Карачаевск. В Карачаево-Черкесии стартовала заявочная кампания проекта «Доброгорец. Бабашки плюс». В основе проекта лежит методика, развивающая предметно-пространственные среды бабашки. И цель данного проекта в Карачаево-Черкесии – разработать на основе данной методики свою обучающую программу для детей с особыми образовательными потребностями. С руководителем проекта в нашей республике Екатериной Борисовой и куратором проекта Мединой Баташевой встретилась Мадина Каракетова. Интервью смотрите далее, а наш выпуск завершен.